Привет! Мы тут с Куки подумали, что давненько не было лайфхаков. Надо исправлять! В строительных магазинах очень недорого можно купить вот такие крючки для полотенец с клейким основанием в задней части. Так вот, нужно взять несколько штук и приклеить их на дверцу холодильника, как показано на видео. Теперь нам понадобятся обычные канцелярские биндеры. С их помощью не только очень удобно фиксировать завернутую часть упаковок с продуктами, но в то же время благодаря ушкам биндера мы сможем разместить их на дверце, просто подвесив на крючок. Ведь в таком случае продукт не только не будет занимать место где-то на полке, но и всегда будет на виду. По-моему, получилось очень круто и удобно. Если ваш кот царапает диван и вы не знаете, что с этим делать, возьмите игрушечного кота и покажите на его примере, где нужно точить когти. Погладьте котика за это, он молодец! Потом пусть игрушечный котик поцарапает диван. За это его нужно поругать и немножко наказать. Плохая киса, нельзя царапать диван! Готово! Теперь ваш кот будет точить когти только в специально отведенном для этого месте. Ведь он же не хочет быть наказан, правда, Куки? Вот как-то так получилось, что пару дней назад я практически первый раз купил себе вот такой кокос. И поначалу я не знал, как его открыть, ведь скорлупа ну очень твердая. Думал открывать дрелью, но должен же быть цивилизованный способ. Итак, для начала нам понадобится деревянная палочка. Например, палочка для суши из прошлого выпуска. Как, ты не видел прошлый выпуск лайфхаков? А всё потому, что ты не подписан на канал! Это же очень просто! Под видео есть красная кнопка, нажав которую ты уже ничего не пропустишь. Так вот, ищем на кокосе три вот таких кружочка и протыкаем палочкой самый крупный из них. Да-да, просто прилагаем усилие и палочка влезет в кокос. Это его слабое место. Надо хорошенько раздолбать дырку. Теперь берём стакан и переворачиваем над ним кокос. Оказывается, там внутри жидкость, которую можно пить. Нам удалось вытрясти из кокоса целый стакан этой жидкости. Теперь нужно взять молоток и, определив середину кокоса, надо резко и точно бить по ней, проворачивая понемножку кокос. И вы не поверите, уже через секунд 20 он дал трещину. Аккуратно разделяем его на две части. Воу, круто! Какая красивая мякоть! Теперь при помощи небольшого ножа нужно порезать мякоть на кусочки, как пиццу. И обычной чайной ложкой достать их из скорлупы. Мякоть очень вкусная и полезная. С такими знаниями вам больше не страшно выживание на каком-то острове. Разве что это будет остров PUBG Mobile. Это легендарный Battle Royale для мобильных устройств, где реальные игроки сражаются на огромных полях боя за звание последнего выжившего. А новые обновления добавила кучу нововведений и полностью преобразила классическую карту Erangel. Теперь карта PUBG стала более детализированной, а визуальные эффекты получили большую реалистичность. Изменилась планировка многих зданий, добавились подвалы, окопы, бункеры и другие элементы, которые открыли новые тактические возможности. Появилось несколько населенных пунктов, зона АЭС получила новую планировку, в шахты добавились 7 складов, а тюремная зона теперь полностью перестроена. Что еще важно, существует также PUBG Mobile Lite для пользователей не сильно навороченных смартфонов. Участвуй в эпичной битве за выживание и открой совершенно новый боевой опыт на самой первой карте PUBG. Качай игру бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы от слитки шоу. Если завтра в школе контрольная, а вы подготовились не очень, можно подстраховаться при помощи листика бумаги на глянцевой тетрадке. Просто пишем необходимые формулы, например, прикладывая побольше усилий. Забираем листик и вроде ничего не случилось, но если посмотреть на тетрадь под определенным углом, то все станет вполне видимым и вы сможете подсмотреть что-то, если вдруг забыли. Более того, переписывая формулы, вы еще лучше запоминаете их. А карточку можно использовать как дополнительную подстраховку. Еще отличный вариант взять маску, которую должны, наверное, носить все ученики школы и написать что-то с внутренней ее стороны. Но лучше всего просто выучить весь материал наизусть, тогда шпаргалки вам будут вообще не нужны. Бывает, что нужно подключить шланг к крану с водой и просто так сделать это ну никак не получится. Для этого вы должны отыскать в доме резиновые шарики. Они бывают различной формы, но лучше подойдут продолговатые, вот такие. Отрезаем его кончик и аккуратно, чтобы не порвать, одеваем на шланг. Противоположный конец натягиваем на кран. Даже если он не простой формы, то шарик эластичный и все должно получиться. И готово! Открываем кран и наш шарик отлично справляется с организацией такого соединения. Под конец хочу поделиться с вами своей недавней находкой. Собирал в лесу черную малину и увидел вот что. Может кто знает, что они там делали. Уфигаси. Осы. Интересно, они покусают меня или нет. Они выносят что-то из этой дыры. Они воруют клину. Или пошли в гости к бротику. Я ухожу. Ну нафиг. Разве осы живут под землей? Или может это климат меняется или от коронавируса прячется? Позже недалеко я увидел еще одну осу, которая копала нору. Зачем они лезут под землю и что-то оттуда достают? Я не знаю, а как вы думаете? Что такое? Я не знаю, а как вы думаете? Продолжение следует...